Урок про эрогенные зоны. Пока записывал уроки, успел постричься, так что не обращайте внимания, я тут немножко другой. Почему важно знать про эрогенные зоны? Потому что вся наша боль от деятельности связана именно с тем, что мы работаем не своей эрогенной зоной. Что это значит? Ну, например, у человека эрогенная зона – глаза. То есть ему нравится смотреть на все красивое, ему нравятся выставки, художественные фильмы, театры. У него меняется настроение, когда солнышко выходит. Но он это не осознает. И работает в каком-нибудь некрасивом помещении с некрасивыми людьми. У него некрасивый дом. И он сам по себе не создает красоту. Он, например, не дай бог, работает на какой-нибудь птицефабрике, где каждый день головы куром отрывают. А глаза очень сильно связаны именно с чувствами. У этого человека возникает страх смерти, потому что именно с этой эрогенной зоной и связан страх смерти. И он не понимает, почему он себя чувствует-то плохо, почему ему жить не хочется. Да потому что нужно работать на работе, которая связана именно с вашей эрогенной зоной. То есть надо работать художником, дизайнером, режиссером, блогером, например. В Инстаграм фоточки красивые выкладывать, прически женщинам делать, или хотя бы ногти девушкам красить. И тогда будет радость, счастье и наполнение. Кстати, у каждой эрогенной зоны есть уровни развития определенные. То есть на нижнем уровне развития девушка может красить ногти. А вот на высшем уровне развития этой эрогенной зоны она может быть великой актрисой или создать какой-нибудь благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам. Как Чулпан Хаматова, например. У всех самых известных актрис, которых вы знаете, именно эта эрогенная зона. Глаза. Представьте, если бы Анжелина Джоли или Кира Найтли работали бы на птицефабрике. Хорошо, есть эрогенная зона уши и человек не знает, что у него чувствительные уши. И он работает, например, отбойным молотком на стройке. Вот ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И не понимает, что с ним происходит, почему ему умереть хочется. Или работает с людьми, которые постоянно орут в помещении или ругаются матом. И человек не понимает, им нормально, а мне плохо. Наверное, со мной что-то не так. И замыкается еще больше в себе, больше в себе. И, кстати, с этой эрогенной зоной связаны все психические заболевания. Шизофрения и так далее. И именно с этой эрогенной зоной связано употребление наркотиков, потому что люди хотят изменить свое состояние, вот это депрессивное, на какое-нибудь более позитивное. Такому человеку лучше бы работать музыкантом, лингвистом, программистом, стартапером. Потому что это потенциальные Стивы Джобсы и Илоны Маски. Представьте, если Билл Гейтс, Илон Маск и Стив Джобс работали бы на стройке с отбойным молотком. Или бы на них в детстве мама орала, да лучше бы ты сдох, понимаешь? Лучше бы я тебя не рожала. Мы бы с вами никогда не увидели айфон, виндовс и полеты в космос. Потому что на таких людей категорически нельзя кричать. У них очень тонкие, нежные уши. Это все равно, что зрительнику бы, например, лазерной указкой в глаз светили. Бывают женщины с этой эрогенной зоной. У них дети рождаются и начинают кричать. Ну, маленькие дети плачут. И иногда, страшно говорить, женщине настолько больно, что она импульсивно выбрасывает ребенка в окно. А потом удивляется, что с ней произошло такое. И никто понять не может. В общем, люди эти с эрогенной зоной уши называются звуковики. И именно они задаются вопросом про смысл жизни. Кто я? Зачем это все? В чем смысл моей жизни? Куда мы идем? Есть ли творец? Что будет после смерти? И именно для таких людей больше всего подходит вот эта вот системная психология. Если вы занимались медитациями различными, ходили по разным гуру и так далее, то попробуйте это. Вас совершенно точно отпустит. Потому что эту эрогенную зону надо наполнять правильными смыслами, чтобы все совсем сходилось. И я вас уверяю, именно в этой системе все совсем наконец-то сойдется. Есть кожная эрогенная зона. Таким людям нравятся поглаживания, массажики. Такие люди в древней стае были охотниками. А в современном мире они предприниматели. И представьте, по вот этой вот нежной, бархатной коже в детстве ударили ладонью. И не один раз, а два и три. И вот эта тонкая бархатная кожа научилась получать наслаждение не от поглаживания, а от бития. Такие люди становятся мазохистами. У них развивается комплекс неудачника. Это когда человек вроде стремится к успешному успеху, стремится и прикладывает усилия, но в последний момент раз и все обламывается. И он опять на дне. И не понимает, что с ним произошло. А тем не менее, этот комплекс неудачника довольно просто решается. И в системной психологии довольно подробно рассказывается, как это сделать. Есть люди с сональной эрогенной зоной. Им нравится сидеть на месте, на своей эрогенной зоне. И эти люди очень спокойные. Они любят диван, они любят стул. Любимое их место, это, кстати, туалет. Они там проходят второе высшее образование. Раньше у таких людей в туалете куча-куча книг стояло. А сейчас они без телефона в туалет просто не ходят. Так вот проблема, когда этих людей начинают дергать, когда их заставляют суетиться, когда им говорят, давай быстрее, быстрее. А чаще всего суету наводят именно кожаные люди, потому что предпринимателю надо быстро-быстро действовать для того, чтобы приспособиться к изменениям окружающего мира. Так вот, когда анальных людей дергают и говорят, давай быстрее из туалета своего выходи, ты что там, змею что ли проглотил? У них начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, потому что все проблемы связаны именно с нашей эрогенной зоной. У кожников высыпания, зрительники слепнут, звуковики глохнут и так далее. И вот представьте, у человека одна эрогенная зона, он еще как-нибудь разберется в жизни, да, чисто интуитивно, потому что человек это принцип наслаждения. Мы стремимся к тому, от чего мы получаем удовольствие, избегаем того, что приносит нам боль. А вот представьте, внутри одного человека, там, не одна, а две, три, четыре, восемь эрогенных зон таких, его внутри раздирают буквально всего, потому что он, с одной стороны, хочет быть предпринимателем, с другой стороны, он хочет быть дизайнером, художником, например, режиссером, с третьей стороны, он хочет быть инфобизнесменом и передавать информацию следующему поколению. Также его интересует смысл жизни, музыка различных классных композиторов. Что этому человеку делать? У него внутри лебедь, рак и щука, а жизнь проходит, и он не знает, чем заняться в первую очередь, а чем во вторую. Так вот, таким людям совет. Если у вас есть звуковая эрогенная зона, вас интересуют вопросы про смысл жизни, вам обязательно сначала надо закрыть именно этот вопрос. Надо выяснить, в чем смысл жизни, кто мы такие, откуда мы пришли, куда мы уйдем, что будет после смерти, есть ли творец. И когда наполнится вот эта вот эрогенная зона звуковая правильными смыслами, тогда начнут открываться и другие желания. Вы начнете хотеть зарабатывать деньги, вы начнете хотеть передавать информацию и так далее. Потому что звуковая эрогенная зона, она главная в нашей психике. Нет смысла, нет ничего. Зрение мы наполняем хорошими эмоциональными связями, хорошей литературой, хорошими фильмами, где раскрываются чувства героев и героинь. Кожу нужно наполнять массажиками, стремлением к успеху, изобретением чего-то нового, оптимизацией разных процессов, распорядком дня. Анальность нужно наполнять тем, что мы изучаем дополнительную информацию и потом даем другим людям советы или обучаем их. Но без смысла никуда, потому что если у вас есть звук, вы будете все время говорить, да в чем смысл, понимаешь, ну изучу я что-то, ну в чем смысл, я уже много всего изучал, ну заработаю я денег, и в чем смысл, ну познакомлюсь я с кем-нибудь, в чем смысл, и будете загонять себя все больше и больше в депрессию. Итак, я рассказал вам про системную психологию, которую придумал Толкачев и Ганзин. Вся информация содержится вот в этих двух огромных книгах. Информации очень много. Тут есть разные таблицы, информация о том, как разные вектора сочетаются между собой, какие сочетания этих векторов гармоничны, какие нет, как пару себе найти, как сотрудников себе найти, очень много всего. Рекомендую вам изучить эти книги, потому что по моему опыту это единственная работающая система, которая совершенно точно и интуитивно скажет вам, кто вы и чем вам в жизни заниматься, чтобы была радость, были деньги и были отношения. Но еще лучше изучать эту информацию не по книгам, а изучать ее через голос. То есть, когда для вас буквально сценки разыгрывают, вот это вот обонятельник ходит, вынюхивает, а эта зрительница смотрит на солнышко и говорит, ааа, солнышко встало. Окошник такой, быстрее, быстрее, денежки заработать, денежки. Анальник такой, ааа, раньше все намного лучше было. Я мужик или нет? Мужик я или нет? А ты баба, понимаешь? Иди борщ готовь. Деньги она тут решила зарабатывать. А звуковик такой, ааа, я что? Смысл? В чем? Смысл жизни. Такая информация усваивается намного лучше, чем просто чтение книги, потому что я пропускаю это через себя. А еще наша душа, она связана именно с ухом. Когда мы через ухо получаем информацию, мы ее усваиваем и переживаем. Письменное слово работает не так. Поэтому я для вас записал серию уроков, где рассказываю про основные вектора, которые есть у 90% населения Земли. Рассказываю про зрение, про уши, про кожу, про анальность, про то, как таким людям зарабатывать деньги, строить отношения, получать удовольствие от жизни. Также рассказываю, что делать, если все эти четыре типа в одном человеке находятся. Потому что у людей бывает один вектор, одна эрогенная зона, а бывают все восемь вместе в одном человеке. Я уверен, что если вы освоите эту информацию, то вы будете получать гораздо больше наслаждения от общения со своими родственниками, детьми, женой, мужем, от построения бизнеса, от общения со своими клиентами, от общения со своими сотрудниками. Потому что главное счастье и несчастье мы получаем именно в отношениях с другими людьми. Не от каких-то предметов, телефонов, леса, солнца. Именно отношения между людьми определяют счастливы мы или нет. Это доказано всеми ведущими учеными мира, которые исследовали эту тему счастья. Будут нормальные отношения, будем понимать других людей, будем счастливыми. Не будем понимать других людей, будем несчастны и депрессивны. Я искренне хочу, чтобы каждый человек изучил эту информацию и стал счастливым и реализованным в обществе. И с удовольствием отдал бы эти записанные уроки для вас бесплатно. Но совершенно точно знаю, что бесплатно они ценятся и откладываются в долгий ящик. Поэтому я ставлю чисто символическую цену, чтобы вы просто сосредоточились на этих уроках, потому что вы уже за них заплатили. Не откладывали бы их в долгий ящик, а посмотрели один за другим и получили максимальную пользу. Помимо этого я создал закрытое сообщество, в котором находятся такие же люди, как вы. Это предприниматели, психологи, коучи, профориентологи, люди, помогающие профессии, тарологи, астрологи, нумерологи, люди, которые с помощью этой системы хотят найти себе пару, либо наладить отношения со своими близкими, либо найти свое предназначение и реализацию. В этом сообществе уже больше тысячи человек. Там регулярно кто-то что-то спрашивает, делится впечатлениями. Там находятся мои кураторы, я периодически отвечаю на вопросы. Когда у меня есть настроение, я провожу там прямые эфиры, делаю разборы. В общем, это настоящий закрытый клуб по интересам. Итак, 4 полноценных длинных урока про основные вектора и закрытая комьюнити по цене всего лишь 2900 рублей. И это еще не все. Помимо уроков и комьюнити, вы получаете бесплатную 40-минутную консультацию с преподавателями моей школы. На ней вы получите полноценную обратную связь. Если вы прослушав уроки определите себя кем-то зрительником, звуковиком, кожником, например, то преподаватель даст вам обратную связь и расскажет, как это знание применить в вашей конкретной ситуации. Чтобы ваша жизнь стала насыщенной, яркой, чтобы вы начали зарабатывать больше и строить хорошие, добрые, гармоничные отношения с людьми. И чтобы у вас пропали всяческие сомнения. Если вы приобретете эти уроки в течение часа, я даю вам 50-процентную скидку. То есть вы получите 4 полноценных урока, закрытая комьюнити, 40-минутную консультацию и еще вот этот замечательный конспект по всем векторам, который создала моя ученица, из которого понятно вообще все про эти вектора. Уже один этот конспект равноценен этим двум огромным книгам. Шучу, конечно, в книгах информации больше, но конспект реально крутой. И все это вы получите прямо сегодня за 1450 от рублей. Не откладывайте на потом изменения в вашей жизни, ведь неизвестно, что будет завтра, всякое может случиться. Чтобы приобрести уроки, чат, консультацию и конспект, нажимайте на кнопку ниже активировать скидку. Дальше вы попадете на платежную страницу, введете там карту, нажмете на кнопку оплаты и сразу же получите уроки и попадете в закрытый чат. Действуйте прямо сейчас, увидимся в чате.